Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, все любящие чтение Слова Божия. Мы продолжаем с вами исследование второго послания апостола Павла Коринфянам на библейском интернет-портале экзегет.ру. И сегодня мы с вами рассмотрим 12 главу. Не полезно мне хвалиться, ибо я приду к видениям и откровениям Господним. Знаю человека во Христе, который назад тому четырнадцать лет в теле ли, не знаю, вне тела ли, не знаю, Бог знает, восхищен был до третьего неба. И знаю о таком человеке, только не знаю, в теле или вне тела Бог знает, что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. Таким человеком могу хвалиться, собой уже не похвалюсь, разве только немощами моими. Впрочем, если захочу хвалиться, не буду неразумен, потому что скажу истину, но я удерживаюсь, чтобы кто не подумал о мне более, нежели сколько во мне видит или слышит от меня. И чтобы я не превозносился чрезвычайности откровений, дано мне жало в плоть. Ангел сатаны удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня, но Господь сказал мне, довольна для тебя благодатью моей, ибо сила моя совершается в немощи, и потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Такими словами апостол Павел продолжает свое наставление и назидание к Коринфской церкви. Мы уже видели много его различных духовных наставлений к Коринфянам. И здесь он говорит, что «не полезно хвалиться мне». И на прошлое, рассматривая прошлую главу, мы говорили, что прославляющих Бога, Бог прославляет, и к этой теме апостол Павел еще и вернется. Но здесь апостол Павел в этих девяти стихах и слышал глагоны «неизреченные». Зачем он пишет это все к Коринфянам? Он снова и снова утверждает ту мысль, что он апостол, хоть он и не был среди учеников двенадцати апостолов, но был призван Богом и присоединен к церкви апостолом из семидесяти анании. Мы помним, что он был крещен, он не сам пошел по себе, но тогда уже был присоединен к той церкви, которую основал здесь на земле Господь Иисус Христос, который сказал, что врата ада не одолеют ее. То есть, по пророчеству Спасителя, сама церковь, да, эти слова, они пророческие, что она непобедима. Что значит «до третьего неба»? Авросим Диоланский пишет, цитата, «Ибо понимается, что далеко за пределы звезд мироздания вознесся, и оттого величественно и удивительно то, что он рассказывает, поскольку вознесся до третьего по иерархии духовных сфер небесных». Конец цитата. Святитель Иоанн Златоуст пишет по этому поводу следующее. «Итак, почему же он и ясно не сказал и не умолчал? Для того, чтобы и в этом случае показать, что он не по своей воле приступает к этому обязательству. Но смотри, как он и в данном случае сдержан. Об одном говорит, а другое, как сознается, не знает. Сказал, был восхищен в теле или вне тела, того, говорит, не знаю, а для чего был восхищен? Для того, как я думаю, чтобы его не считали меньшим других апостолов, поскольку те ведь были вместе с Христом, а он не был. Поэтому Господь его и восхитил в рай для славы». То есть мы видим, о чем уже было сказано, что апостол Павел действительно утверждает эту мысль, как он и говорит в послании. Например, мы рассматривали 1 Коринфянам 13.9, говорит, мы отчасти знаем, отчасти пророчествуем. 2 Коринфянам 11.6, он говорит, что он есть невежды, но он не невежда в познании и прочее его утверждение, его апостольство. Итак, говорит, дважды был восхищен, там Русси Медиаланский также пишет по этому поводу, цитата о себе, говорит, что дважды вознес, сперва до третьего неба, затем до рая небесного, где сказал Господь о разбойнике на кресте, что он будет с ним в раю, там, где находится Высший Иерусалим, Царствие Божие, Матерь всем нам. И вот интереснейшее еще сравнение нельзя не прочитать Кирилла Иерусалимского в огласительных поучениях. Он пишет следующее, он показывает разность вознесения Христа, разность восхищения апостола Павла в рай и ветхозаветных пророков, например, пророку Илью. И вот что он пишет, цитата. «Илья был взят только на небо, а Павел и на небо, и в рай. Ибо ученикам Иисуса надлежало получить гораздо большую благодать. Он слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. Павел сошел обратно, да, и потом здесь он как бы свидетель Кирилл Иерусалимский говорит о том, почему апостол Павла Господь вернул снова в эту жизнь, а пророк Илья нет. Вот он как вознесся, ну, естественно, после воскресения Христова он тоже восхищен, был в рай, но до воскресения он был вот где-то в пределе Лона Авраама, потому что все праведники тогда шли до воскресения Христова в ветхозаветные времена на Лона Авраамова. И здесь свидетель Кирилл Иерусалимский своих огласительных поучений, кстати, удивительное, замечательное, просто по своей глубине произведение. Кто читал, знает, кто не читал, просто рекомендую, советую. Свидетель Кирилл Иерусалимский, огласительное поучение. И вот он пишет о том, почему апостол Павел был возвращен, то есть, а Господь его там не оставил. Павел сошел обратно с высоты не потому, что был недостоин пребывать на третьем небе, но для того, чтобы, насладившись тем, что превышает понятие человека, и со славою сойдя, после проповедования Христа и принятия смерти за него, получить мученический венец. То есть, мы видим, что не просто Господь его возвысил, как апостола и как проповедника, хотя уже и этого, да, восхитил его в рай, было достаточно, мы думаем так, что, да, для апостола Павла, чтобы наследовать жизнь вечную, но еще и удостоил мученического венца, чтобы удостоить его мученического венца. О чем говорят все, даже когда все святые отцы, даже когда выносится то или иное определение, 19 правило, если я не ошибаюсь, Пентруйского собора, говорится о том, что если то или иное высказанное, как его толковать и как его понимать, предпочтение всегда отдается в первую очередь тем, в понимании того или иного текста, кто пострадал мученически за Христа. То есть, первую кровь мучеников, там, исповедники и прочее. Поэтому так. Далее, как мы с вами прочитали, чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровенной, откровений дано мне жало вплоть, ангел сатаны удручает меня, чтобы я не превозносился. Что это за ангел сатаны? Очень многие люди, я разные слышал версии, тут одни говорили, что у апостола Паула болела спина, третьи говорили о том, что у него были головные боли, четвертые, там, всякие высказывания и мудрствования. Но для того, чтобы здесь не вводить какой-то жанр фэнтези в истолкование священного писания, или, как говорил об этом Клайв Льюис, что не надо, что священное писание — это не вешалка, на которую надо навешивать человеческие идеи, лучше всего обратиться к отцам церкви. Например, не знаю, ни у кого не станет возникать сомнений по поводу толкования святителя Златоуста. Вот что он пишет. Что это значит, ангел сатаны, который был дан вплоть апостолу Павлу? Цитата. Некоторые утверждали, что он говорит о какой-то головной боли, производимой дьяволом. Но это не может быть, ведь тело Павла не могло быть отдано, а в руки дьявола, поскольку и сам дьявол уступал самому Павлу по одному его повелению. Павел полагал ему и законы, и пределы, когда предал ему блудника во изнемождение плоти. 1 Коринфянам 5.5. И дьявол не дерзнул приступить их. Итак, что означает сказанное? Сатана на еврите означает противник. Поэтому слова апостола имеют такой смысл. Бог, сдерживая наше высокомерие, не позволил беспрепятственно распространяться проповеди, но попустил противникам нападать на нас. Ведь этого было достаточно, чтобы смирить высокомерие. А головная боль этого не могла произвести. Таким образом, под именем ангела сатаны он подразумевает Александра Медника, сообщников имения и Филита, и всех, кто противится слову проповеди. Конец статы. Вот что пишет Иоанн Златоуст. Вот что значит, кто... Это такие, которые причиняли и строили всякие козни апостола Павла. Это те, кто противились проповеди Евангелия. О них пишет святитель Иоанн. Также вот Тертулиан, например, учитель церкви, говорит по этому поводу. Дано мне жало в плоть, цитата, «Ангел сатаны удручать его, однако даже такие истязания плоти не будут позволено дьяволу в отношении святых, если их сила противостояния не будет совершенствоваться в немощи. Сам апостол предан сатане Фигела и Ермогена, чтобы, исправившись, предал их сатане, чтобы, исправившись, они не богохульствовали. Теперь ты видишь, что сатана с легкостью принимает власть слуг Божих, и вот по праву собственности он ею не обладает». Конец статы. То есть мы видим, что учитель церкви Тертулиан говорит о том, что и апостол Павел предавал этих людей, и отступивших от православного исповедания, от исповедания веры, да, по сути, чтобы они не богохульствовали, он предавал их сатане. Почему апостол говорит трижды? То есть свидетель Иоанн Златоуст говорит, что трижды многократно он просил, чтобы Господь удалил, и это показывает великие смиреномудрые, поскольку он не скрывал того, что не выносил козни, что изнемогал и вынужден был молиться об избавлении. Вот есть интереснейшее еще толкование того же святителя Иоанна Златоуста. Он пишет, «Польза от неуслышания». Он говорит, «Трижды молил Бога, но Бог не услышал меня. Все равно попускал этим противникам проповеди, противников всякого миссионерского служения, препятствующих миссионерскому служению, все равно допускал и не удалял. Для чего? Выше было сказано, для того, чтобы проповедник и миссионер не возносился. А то уж, когда все слишком идет гладко, да, тут тогда, наверное, будут слова пророка Иеремии уместно. Разжирел Израиль, уточнел, да, и стал, восстал и против Бога. И до этого недалеко. Поэтому Господь все знает, кому сколько попустить, для того, чтобы и самого человека сохранить, и дело проповеди, да, тоже сохранить во всей чистоте. Итак, пишет, «Польза от неуслышания». Апостол Павел молится, чтобы это было убрано, но Господь не убирает. Почему? Цитата. «Павел просит, чтобы жало было изъято из плоти, но Господь не слышит его. Дьявол молит о том, чтобы сломить, смочь сломить праведного мужа Иова тяжелейшими несчастьями. И мы знаем, ему это было позволено. Но апостолу отказано в исполнении его молитвы и, пишет, зачем? Ради славы его, в то время как дьяволу позволено исполнить, что он желает ради его же наказания. Так что часто полезнее не быть услышанным, хотя нас и угнетает неисполненность наших желаний». Конец цитаты. Так говорит, что иногда и полезно быть неуслышанным. И как мы прочитали 9 стих, «Но Господь сказал мне, довольна для тебя благодать моей, ибо сила Божия в немощи совершается». Там Русим Диоланский, святитель опять же, пишет цитаты. «И потому я гораздо охотнее, пишет апостол Павел, буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова». Вот святитель Амуросим. «Здесь он явно учит христианина прославлять то время, когда тот терпит унизительные и несправедливые притеснения». Вот, оказывается, чему надо радоваться. Если действительно нет никаких в нашу сторону унижений и притеснений, значит, мы делаем что-то не то. Как сказано о том, что лжепророки, они льстят слуху людей, они всех убаюкивают. «Да все в порядке. Ну что вы, да какие грехи, да перестаньте вы, вы сами себе все напридумывали, все в порядке. Веселитесь, веселитесь, жизнь, надо радоваться, наслаждаться там, да». И так это как, сразу напоминает некую такую птичку, летящую, летающую, наслаждающуюся, потеряющую свой разум, ба-бах, и попала в руки коршуна, да, там, или какого-нибудь, потеряла бдительность. Поэтому действительно, да, окружите меня, окружите, вот что-то такое приходит на ум. И так дальше он пишет, свидетель Амвросии, «Когда тот терпит унизительное и несправедливое притеснение, надо прославлять Бога». И далее продолжает, «Ибо от Христа сила терпения приходит, и то, что раньше казалось отвратительным и несносным, впоследствии будет радостно воспринято». Конец цитаты. И так, да, вот, ну еще, пожалуй, кто-то свидетель Амзлатоуст опять же говорит о том, что принимая от Бога все, цитата, «Итак, получим ли мы просимое или не получим, будем продолжать молиться и благодарить не только тогда, когда получаем, но и когда не получаем, потому что и не получить, когда это бывает по воле Божией, не менее полезно, чем получить от Бога то, что мы просим. Ведь мы не знаем, что нам полезно в той мере, в какой Он знает, то есть Господь. Следовательно, получим или не получим, мы должны благодарить. И те же слова, это конец цитата, которым принадлежат сегодня Теллиану Златоусту, который так говорит, «Слава Богу за все». И мы читаем далее. «Посему я благодушенствую в немощах и обидах, и в нуждах, и в гонениях». Видите, он говорит, «благодушенствую» и в нуждах, и в гонениях, и в обидах, и в притеснениях за Христа. «Ибо когда я немощен, тогда я силен. Я дошел до неразумия, хвалясь, вы меня к сему принудили. Вам бы надлежало хвалить меня, ибо у меня ни в чем нет недостатка против вышних апостолов, хотя я и ничто». Видите, как он обращается, говорит, что «вы меня вынудили к тому, чтобы я вам доказывал степень своего апостольства, но я это делаю не ради того, чтобы вы меня возвысили и прославили», об этом будет апостол Павел говорить во всей этой главе и ранее говорил, «но для вашей же пользы, чтобы вы понимали, что пастух стада поставлен для того, для чего, для того, чтобы сохранить стадо от кого? От хищных волков. Как сказано, что как хищные волки, как дьявол, как рыкающий лев, а эти хищные волки, не щадящие стадо». Помните, Спаситель так и предупреждал, «войдут к вам лютые волки, не щадящие стадо». Вот об этом апостол и говорит, что «я вас наставляю, чтобы вы не были расхищены блудом, завистью, ссорами, разногласием, ненавистью, обидами, не были расхищены дьяволом, потому что где присутствуют все эти качества негативные, там влавствует дьявол». Поэтому апостол Павел их возвращает к власти Бога, чтобы они не были рабами дьявола и рабами греха, а чтобы были друзьями Божьими, как их Спаситель говорит, что «не называю вас уже рабами, но вы друзья мои, если только», есть условия, «если только исполняете заповеди мои». Поэтому очень важно понимать, почему апостол об этом говорит, «я дошел до неразумия, хвалясь», то есть он говорит, «зачем я это делаю?» Но говорит, «это делаю не ради того, чтобы показать над вами свое преимущество и власть, а ради того, чтобы отвратить вас от греха и вечной погибели. Признаки апостолства оказались перед вами всяким терпением, знаменем, чудесами и силами, и вы чего у вас не достает перед прочими церквами, разве только того, что сам я не был вам в тягости. Простите мне такую вину». Ну, здесь так апостол Павел опять переходит к такой иронии. Он говорит о том, что «я все делал для вас, если и другие церкви». Помните, как он в прошлом главе говорил о том, что македоняне, то есть это бедная такая была провинция, и то они мне помогали, а вам я благословавал и ничего от вас и не требовал. Ну, может быть, вы на это, говорит, обиделись, что что-то мне дали, а я этого не требовал, и у вас какая-то такая произошла обида, что я от вас что-то не принял. Поэтому так, да, вот здесь вот можно найти интереснейшее истолкование. На 11 стих же, опять и на 12, апостол не сказал, вот на 11 терплю, но благодушствую, заметьте, то есть радуюсь, веселюсь, когда есть какие-то искушения. И так же Киприан Карфагенский писал, так что, когда нас, цитата, на нас обрушивается немощь, бессилие, опустошенность, сила наша совершенствуется, вера наша венчается, если при таком испытании она устояла. Разница между нами, не знающими Бога, в том, что они перед лицом нечестий жалуются и ропщут. Нас же несчастье не отворачивают от истины веры, они через страдания укрепляют нас. Конец цитаты. И вот 12 стих, где апостол так и говорит, что признаки апостольства оказались перед вами, перед всяким терпением, знаменем и чудесами. И далее говорит, как бы вина моя, в чем же моя вина? Он говорит, простите мне такую вину. Вот смотрите, как он продолжает. Ибо через вас не достает перед прочими церквами простите мне такую вину. Вот в третий раз я готов идти к вам и не буду отогащать вас, ибо я пишу не... Ищу не... Вот эти очень важные слова. Ибо я ищу не вашего, а вас. Не дети должны собирать имение для родителей, но родители для детей. Я хоть не буду и сдерживать свое, и истощать себя за души ваши, несмотря на то, что чрезвычайно люблю вас, я менее любим вами. Опять звучит такой легкий упрек. То есть мы видим, что апостол, в отличие от лжи апостолов, он утверждает вот эту главную истину о том, что я ищу не вашего, не ваших средств, но вас. Вот что для меня главное. А если и призываю вас проявить какую-то заботу к немощам моим, то лишь то, о чем апостол Павел говорил и ранее, что будем довольствоваться тем, что есть, и будем довольствоваться пропитанием. Терпение, говорит, выше всего. Вот что пишет об этом Мавросиме Иоландским. Видимо, для того апостол Павел здесь себя подает через унижение, чтобы показать коринфянам, что ни в чем, не меньше, а ни других церквей, но больше, ибо сам благоествование Бога даром им проповедовал, что ни в какой из церквей не принято, поскольку сказал Господь, трудящийся достойно награды за труды свои. Но апостол Павел говорит, я ничего у вас не искал и вашего не искал, но искал вас. Вот что по этому поводу пишет все эти леонцы златоуст. Но что же сказал, ибо еще не вашего, но вас. Я ищу большего. Вместо денег души, вместо золота спасение. Конец цитаты. Здесь всегда вспоминается история Гюго, отверженная. Помните, как ты приводил уже этот пример. Помните, когда этот Жан Вальжан, этот разбойник, он идет, у него там желтый паспорт, его нигде не хочет никто пускать, хотя у него и деньги есть, но в гостиницу его даже не берут, потому что гостиница потеряет свою репутацию. За что бандит-каторжник 18 лет. Но вы помните, за что он получил каторгу, был в бедной семье, сначала украл хлеб, получил 3 года, потом один побег, второй побег, и в общем набежал аж 18 лет. И вот никто его не хочет принимать, но он там ложится на скамейке, оттуда его прогоняет, он видит, а в горах ночи холодные, надо где-то укрыться. Он видит какую-то конуру, залазит туда, но из этой конуры прибегает какая-то блудная собака и выгоняет его, он с ужасом убегает, она здоровая, да, то есть, как вот здесь такой прообраз, и лисы имеют норы, и птицы имеют гнезда, а сыну человеческому негде головой преклонить. И вот он дальше идет и видит, где-то там горит огонек, ему кто-то говорит, иди, иди, там ночь уже, тебя там примут. А там жил епископ, да, у него, в общем-то, он свой дом, которому принадлежал, отдал под больницу, там другую, там дачу, которому он принадлежал, отдал под детский приют, и сам жил там в маленьком домике со своей сестрой, родной, которая помогала ему, готовила, и делала все необходимое по хозяйству. Вот когда он уже пришел, он хотел постучаться, и громко в дверь кулаком уже от отчаяния какого-то, ну, так толкнул дверь, что она открылась сама, и вдруг тут перед ним пристал в простой рясе, такой вот епископ, и говорит, о, дорогой, заходи, садись, давай, проходи. А он сначала подумал, что они обознались, он говорит, нет, нет, сестра говорит, смотри, не обознали, заходи, загади, садись, сажает его за стол, сестра говорит, принеси белую скатер, принеси серебряную посуду, сестра в недоумении, но в послушании, владыки все делает, он сажает его за стол, он говорит, да подожди, ты, наверное, обознался, да я каторжник, да вот у меня желтый билет, паспорт и прочее, прочее. Он говорит, да нет, не опознался, какая разница, ты зашел, всякий человек, который сказан, странолюбие любите, я тебя принимаю, ты человека божий, всякого человека, по посланному, Господь посылает, он его кормит, там, лучше еду достает, и укладывает его спать, ну, это Жан Вальжана, какая у него в голове мысль, он увидел эту серебряную посуду, в чем серьезную, которую епископ выставлял только для самых дорогих гостей, а сам, в общем-то, ел из деревянной, сделанной из дерева посуды, и у него в голове это мелькнуло, он собрал всю эту посуду, в узел, да, получилось неплохо, не килограмм, да, серебра, немалое количество, и хотел убить этого епископа, ну, что-то его удержал, уже нож даже занес, ну, положил и ушел через окно, убежал, утром просыпается сестра, поднимает вой, ну, она поднимает вой, что грядки ее кто-то потоптал, а епископ обнаружит, что и серебра нет, и вот, ей сестра упрекает это владыка, говорит, зачем ты пустил его, этого каторжника, он же тебе сказал, из чего же мы теперь будем есть, он говорит, да ничего страшного, из деревянной поедим, а гости, да и гости поедят, ничего такого особого в этом нет, да, и вдруг они видят, что издалека, а его схватили, этого Жан Вальжана, жандарма с этим узлом серебра, ведут его, жандармы идут довольны, что он сейчас от епископа получит похвалу, епископ видит его издалека, что он пойман, и ведут его два жандарма, когда они его подвели к епископу, он сказал, о, Жан, ты вернулся? А эти жандармы, да нет, ваше высокопреподобие, высокопреосвященство, да, это мы его вернули, да, а, да, 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 я думал, подожди, ну-ка стой здесь, он убегает в дом, схватывает серебряные подсвечники, которые стояли на пианино, прибегает, говорит, слушай, ты кое-что забыл, вот, 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 он к нему подбегает, в грудь ему толкает этими подсвечниками, а на ухо говорит, с этого момента я покупаю твою душу у дьявола и передаю ее в руки Божьей. Кто не читал этого произведения, советую почитать. Вся жизнь меняется человека в один момент, он просит отпустить, он, а, жандарм в недоумении, вы ему это отдали? Да, я ему это все подарил. И вот еще подсвечник он забыл, я ему сказал, он забыл. Вся жизнь человека меняется, он идет, ему это и серебро не нужно, он не знает, быстрее его куда-то отдал, что ли, раздал, давно читал это произведение. Да. Все, он все переосмысляет, он потом становится мэром города, его жизнь под промыслу Божию протекает, там, и потом, когда нашли другого человека, как будто вот его, что это он, назвали его Вальжаном, он признает, что это не он, хотя он уже там человек светил, его там все знают. Почитайте. Очень удивительное произведение о промысле Божии. Поэтому действительно нужно искать не, как пишет апостол Павел, приучаться к этому, во всем нашем деле, священное, церковное служение, искать не вашего, но вас. Я ищу, говорит, большего, вместо денег, души, вместо зелота, спасения. Итак, 19 стих. Не думайте ли еще, что мы только оправдываемся перед вами. Мы говорим перед Богом, во Христе, и все это возлюбленные к вашему назиданию. Здесь свидетель Иоанн Златоуст пишет, что апостол Павел не льстец. Цитата. «Видишь, как он везде опасался, как бы не показаться льстецом. видишь, с какой апостольской мудростью часто повторяет эти слова». Далее, 20 и 21 стих. «Ибо я опасаюсь, чтобы мне по пришествии моем не найти вас такими, какими не желаю, так же, чтобы и вам не найти меня таким, каким не желаете, чтобы не найти у вас раздоров». Чего он не хочет у них найти? Раздоров. Разве это плохо? «Зависти не хочет найти, гнева, ссор, клевету, ябит». Ой, какая важная, да, вещь, ябит. «Гордости, беспорядков, чтобы опять, когда приду, не уничижил меня у вас Бог мой». Поэтому апостол здесь призывает их покаянию. Свидетелям в Руссии Медиаланский пишет, цитата. «Он утверждает, он утверждает, что иные из них покаялись, а иные не покаялись, что противоречит Новоциану, который говорит, что блудники не могут раскаяться и быть приняты в новое сообщество. Павел же утверждает, что раскаялись и приняты в сообщество церкви с миром». Конец цитата. Что это за Новоциан? Это была целая история из древней церкви, Новоциане. Здесь говорится больше о блуде, таком духовном, то есть отступлении от церкви. На Новоциане, когда было гонение, то некоторые люди, некоторые по немощи, другие по слабости какой-то своей, малодушию, отрекались от церкви и отпадали от нее, боясь мучений и прочее. Но когда гонение ослабли, то люди хотели вернуться обратно. Но был такой Новоциан, который говорил о том, что не следует их принимать. Это блуд духовный. Они ушли и ушли. Все, не будем их принимать. Какое покаяние? Эти страдали, умирали. Но церковь собралась и решила, нет. Она сказала о том, собрал собор, что есть слова спасителя. Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный, и будьте милостивы, блаженны и милостивы, либо они помилованы будут. Поэтому и сегодня церковь принимает всех, кто отступил от нее, кто в той или иной мере попал в какие-то еретические сообщества. Поэтому есть в Москве даже целая комиссия по реабилитации лица отпавших от православия. Я каждый вторник веду прием людей, отпавших от православия. Сейчас готовится 18 человек, вот два месяца назад мы присоединили 12 человек. Примерно каждые 2-3 месяца уже на протяжении десятилетий по 20, около 20 человек присоединяются к церкви, ранее отпавших от нее. Поэтому каждого надо принимать, если человек действительно кается и хочет войти и соединиться с церковью. Это то, чего искал апостол. Это то, о чем он говорил, что он ищет не. Вашего, но вас. К этому он призывает и всех служителей, и священных, и церковных служителей научиться искать прежде всего, и научиться искать самим, и научить людей искать прежде всего Царствие Божие. Как сказано, ищите Царствие Божие, и все остальное приложится вам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok